Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Мы проводим блестящую неделю. Те тренды, которые ранее были спрогнозированы, практически полностью себя оправдали. По большинству инструментов, которые ранее были добавлены в портфель, мы уже достигли профитных значений и ориентиров. Я надеюсь, что вы все-таки положились на фундаментальный фон, увидели все предпосылки для развития нисходящей динамики доллара вместе со мной и использовали эти возможности. Потому что, если нет, друзья, винить нужно только лишь себя. Потому что, на мой взгляд, новостной фон был крайне однозначный. И я со всех сторон на протяжении последних многих недель пытался вам подсветить горизонт определенных изменений процентной ставки. Почему для американского регулятора в плане вот этой дорожной карты того, что ставку нужно повышать дальше, ну не все так идеально складывается, экономические условия меняются. И Федрезерв, здесь ключевое слово, адаптивный регулятор. Он всегда приспосабливается под то, что на финансовых рынках происходит. Поэтому все те отчеты, которые мы с вами получили на этой неделе, и еще релизы с прошлой недели, здесь отдельный акцент на Non-Farm Perils, которые как раз и развернули доллар. Вся эта статистика как раз доказывает то, что американская экономика совершенно не нуждается в более активном повышении ключевой процентной ставки. Можно так выразиться или просто сказать, что американская экономика даже не справится с еще несколькими повышениями ставки. Потому что, в конечном счете, экономические условия точно станут еще хуже. И под конец этого года нам нужно будет говорить уже об экономическом спаде либо рецессии. Хотя я думаю, что даже в текущих условиях мы будем все чаще затрагивать эту тему и обозначать какие-то риски глобальной для американской экономики, что в конечном счете приведет к тому, что ФРС начнет уже стимулировать экономику в виде снижения ключевой процентной ставки. Нужно было найти очень хорошую точку для занятий коротких позиций. Мы это сделали. Сейчас по индексу доллара мы вплотную приблизились к нашей цели 100 пунктов ровно. Я в начале недели даже предположить не мог, что индекс американской валюты, который является консервативным инструментом и даже на насыщенном фоне не показывает высокую волатильность. То, что индекс доллара потеряет сразу пару процентов. Ну хорошо, рынок распорядился возможностями, толкнул доллар вниз, а американская валюта теперь камнем летит к новым минимальным уровням. Я уверен, что вы это так видите без меня. Ладно, давайте поподробнее о том, что сейчас происходит. Начну с повестки экономического календаря. Сегодня нас ждет несколько релизов из Англии в 6.00 по GMT. Это статистика по ВВП и промышленному производству. Честно говоря, эти отчеты для меня были как дополнительные козыри для того, чтобы оказать поддержку британскому валютному активу. Но эти козыри не пришлось задействовать, потому что текущие котировки по паре фунт-доллар 1.3011 мы достигли нашего долгосрочного целевого ориентира. Я с большим удовольствием, друзья, вас всех с этим поздравляю, потому что уверен, что вы примкнули к этой сделке, тоже имеющей как бы однозначный вектор движения и по-другому сложиться ничего не могло. Из других отчетов сегодня блок статистики из США, это первичные заявки на пособие по безработице, традиционный релиз для четверга, также в это же самое время выйдет индекс цен производителей. Это показатель инфляции, тоже компонент инфляции, но промышленный. И все равно после вчерашних данных будет интересно проанализировать и этот релиз тоже, если вы хотите, друзья, дополнительно убедиться в том, что инфляция во всех ее проявлениях, во всех форматах в американской экономике реально снижается. А, кстати говоря, индекс цен производителей очень часто используют как опережающий индикатор, который позволяет судить об изменении цен уже в будущие периоды. Но при том тренде, который сложился, я с вероятностью 100% могу сказать, что когда придет время анализировать июльскую инфляцию, это будет в первых числах августа, мы увидим значение еще ниже. Индекс доллара, как я уже отметил, 100.13, чуть-чуть совсем до нашей цели, 100 пунктов ровно. Вчерашний рейс по инфляции снижение в июне с 4 до 3%, это существеннее, чем ожидали эксперты, потому что прогноз был 3.1. Базовая инфляция просела еще значительнее, с 5,3 до 4,8%. Вкупе с охлаждением на рынке труда США стало ясно, что американскому регулятору придется 10 миллионов раз подумать, стоит ли повышать ставку более чем один раз до конца этого года. И делая субъективные выводы, чисто мое мнение, я думаю, что ставка будет повышена только один раз, вот как раз на июльском заседании, но самое интересное, что после вчерашних данных по инфляции рынок стал закладывать в цены вероятность повышения ставки в июле, но не на 25 базисных пунктов, а всего лишь на 10 базисных пунктов. Отсюда такая резкая реакция доллара, который действительно утратил всяческую фундаментальную поддержку. Сегодня релизы по первичным заявкам на пособие по заработке индексу цен производителей. Первичные заявки на пособие, скорее всего, будут снова высокое значение, оно и понятно, если мы говорим о слабости американского рынка труда, фактическая цифра может составить 250 тысяч. Индекс цен производителей ждем снижения базового компонента с 2,8% до 2,6% в годовом выражении. После этого давление на доллар должно стать еще значительнее, и мы, наконец-таки, друзья, протестируем поддержку 100 пунктов ровно, сделаем нашу цель. Я рекомендую даже фиксироваться и посмотреть за развитием событий вместе со мной уже на следующей неделе с учетом новых фундаментальных возможностей, релизов и так далее. Золото 1960 долларов за тройскую аунцию, наша первая цель 1950 уже сильно позади. Следующая цель 2000 долларов за тройскую аунцию. Учитывая, как валится доллар, как меняются рыночные предпочтения будущих действий, Федрезерва, ожидания того, как и что будет делать американский регулятор до конца этого года, учитывая рыночный сантимент, более 80% трейдеров сейчас сидят в коротких позициях, и учитывая обвал американского рынка долга, 10-летний трежерис по доходности сейчас находится на отметке 3,85%, Я думаю, что 2000 долларов за тройскую аунцию при определенном развитии событий, истечении обстоятельств, в том числе и волатильности, условия волатильности, 2000 долларов за тройскую аунцию – это ориентир, который может быть сделан потенциально до конца даже этой недели. Бренд 80.50. Здесь тоже, друзья, поздравляю с достигнутой целью. 80 долларов за баррель. Пока что можно фиксироваться и смотреть за развитием событий со стороны. На Блумберге видел очень интересный опрос относительно ожидания дефицита на рынке нефти до конца этого года. Там варианты ответа предполагали от 1,5 до 3,2, по-моему, миллионов баррелей. И большинство проголосовало как раз за медиану где-то в районе 2 с небольшим миллионов баррелей в сутки. Я полностью согласен с этой оценкой, хотя думаю, что дефицит при текущих действиях астронопека плюс по сокращению производства может оказаться даже значительней. Положительный отклик очевиден на все это. Но, наверное, главный катализатор роста рынка нефти – это все-таки слабость американского доллара. Британская валюта уже проговорили. Текущие котировки 1,3011. Цель достигнута, поэтому фунт также можно оставить в покое. Еще один дуэт финансовых активов, где пока цель долгосрочная не достигнута – это пара доллар-канаде. С котировки 1,3176, но обвал тоже с начала недели значительно больше 150 пунктов. Решение Банка Канады вчера, как и ожидалось, повышенная ставка с 4,75 до 5%. В соответствии с ожиданиями на пресс-конференции главы Банка Канады Тифа Маклема, мы получили сигнал того, что из-за сохраняющихся инфляционных рисков Банк Канады будет готов повышать ставку и дальше на последующих заседаниях. Это, по сути, жесткая риторика и анонс будущих решений, которые точно сейчас будут контрастировать с будущими действиями Федрезерва, который вот-вот займет уже в ожидательную позицию, паузу или даже завершит текущий цикл ужесточения монетарной политики. Поэтому еще и в условиях поддержки рынка нефти, всегда влияющей на динамику канадского доллара, я рекомендую дальше шортить эту валютную пару с целями 1.30. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.